Дамы и господа! Военное определение автомата Калашникова такое Индивидуальное оружие для уничтожения живой силы противника Этой живой силой может стать любой из нас Михаил Калашников провелся в Советском Союзе в 1919 году Механик-водитель танка с девятью классами образования оказался на редкость талантливым конструктором Во время войны раненый приятель спросил его Почему советские солдаты идут с винтовками на немецкие пулеметы И тогда Калашников создал свой автомат Первый РК был выпущен уже в 1947 году Изначально АК-47 выпускали для армии своей страны Автомат получился на редкость просто в обращении В нем было минимум деталей И главное, он толком не ломал Вскоре АК-47 распространился по всему миру Он стал настоящим символом революции, дешево и сердит В Мозамбике солдаты стали называть своих детей Калаш В Ираке построили мечеть с минаретами в форме магазинов от Калашникова Регалий Михаила Тимофеевича множество Он не стал миллионером и не вел роскошной жизни Он работает на том же оружейном заводе, как и его сын, который тоже изобретает оружие Так добро или зло принес этот человек в мир? Хорошо ли он спит? Судя по всему, неплохо Он выполнил свой долг В то время, как в горячих точках планеты На все лады поют свою песню его спинки Михаил Тимофеевич увлечен классической музыкой Он постоянный участник традиционных дней музыки Петра Ильича Черковского Любит поэзию КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ